Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, ну невозможно расстаться, когда всё такое, всё искреннее, родное, дорогое и любимое. Как Русское радио, как вы, наши любимые слушатели лучших города России, не только России, приветствую всех, кто вместе с нами в этот час. Свет Казарина, тебе привет. Здравствуй, Алла Довлатова, всем добрый вечер. И что у нас за прекрасные гости? Ну что у нас? Во-первых, позвольте, я вам представлю наших сегодняшних гостей. Значит, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Благодаренко. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И я счастлива тоже видеть здесь Дарья Пинчилова, заместитель главного редактора Государственного информационного агентства ТАСС. Всем привет. Здравствуйте. Ну а теперь позвольте сказать, у нас прекрасный информационный повод. В этом году российской части интернета, или Рунету, как его у нас называют, 25 лет. Это очень круто, это вообще даже вот не верится. Как вчера? Я могу себе представить, как у вас это было. Уж поверь. Ну, на самом деле, 25 лет – это действительно много. Мы вообще придумали качать эту тему с подсчетом, сколько Рунету лет в 2004 году. И мы выпустили на улице интервьюеров, которые спрашивали у людей, а тогда Рунету было 10 лет ровно, ну там 9,5. Сколько, по вашему мнению, интернет в России существует? И ответы были самые смешные. 50 лет кто-то говорил. Ну, правда, да? То есть тогда мы знали, что 10 лет всего, но отвечали 50 лет. Кто-то там пытался приблизиться. Ну, вот почти никто не называл меньше 10 лет. Я не знаю, что будет, если сейчас такой опрос запустить. Вот мне только сейчас пришла в голову эта мысль. Ну, да. Все слушают русское радио, и все уже будут знать. Мы сбили этот возможный опрос социологический. Но вообще было бы интересно. Четверть века – это достаточно много, и за это время мы много чего достигли. А вы скажите, как вообще Рунет будет отмечать свое 25-летие? Или как отмечает уже? Мы начали это делать, потому что официальный день – это 7 апреля, когда Рунет Российской Федерации был делегирован в 1994 году, домен.ру. Но на самом деле веб-пространство в России началось чуть раньше, был домен SU, Soviet Union. На 4 года он старше. Но все равно мы считаем, что вот термин Рунета, как некого массового явления, которое пошло везде, в бизнес, в государство, в общество, ему 25 лет. То есть стартовало с 1994 года. Поэтому 7 апреля каждого года мы так или иначе привлекаем внимание к этому факту. Но вот в этом году проходил большой международный форум по управлению интернетом, куда приехали все международные эксперты, которые этой проблемой занимаются. В Москве это проходило. Потом мы на российском интернет-форуме в конце апреля отмечали это в течение трех дней. А кто был на рифе, тот знает, что это не только выставка, не только фестиваль, не только конференционная программа. Это еще и ночная жизнь со всеми вытекающими последствиями. Так что отмечали там хорошо. Был ряд еще мероприятий региональных в течение года, где также эта тема поддерживалась. Было много исследований, было много инфоповодов. Мы делали онлайн-энциклопедию. То есть все вот это происходило в течение года, и сейчас мы пожинаем плоды. То есть у нас очень много контента, очень много знаний и представлений о том, чего мы достигли. Какие у нас есть точки роста, какие есть проблемы. С чем можно пойти друг к другу, к международным партнерам, к государству. И вот ровно завтра стартует неделя российского интернета. Это второе большое событие. Вот риф весенний – это первое. А неделя российского интернета – это как риф только в Москве. Это второе. Вот завтра соберутся несколько тысяч интернетчиков, которые будут обсуждать, собственно говоря, чего мы достигли за этот год, за 25 лет. Какие у нас есть вопросы, проблемы, предложения, критика друг к другу, к международным игрокам, к власти, к смежным отраслям. Кого мы съели, кто съест нас, ну и так далее. Вот это все будет обсуждаться в течение нескольких дней. И в итоге у нас родится достаточно стройная, как я верю, картинка, которую мы уже понесем в 2020 год, как некий отчет по 25-летию. Понятно. Друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь, как говорится. Все, кто смотрит нас в трансляции в интернете, в ВКонтакте, в Одноклассниках, на сайте Русского радио, правильно делаете. У нас продолжается трансляция, поэтому, Даша, к вам вопрос. Для начала немножко цифр. Я нашла такие цифры, что в 2000 году всего лишь 3,6% населения имели дело с глобальной сетью. В каком? Сегодня в 2000. В 2000, ну, похоже. Сегодня ежедневно, активно в течение дня интернетом пользуются 79% подростков и 71% людей старше 55 лет. Вот как вы считаете, чья это заслуга? Слушай, про заслугу сложно говорить. Я на самом деле приверженец той мысли, что важны и технологии, и те люди, которые делают содержание. То есть, это история про 50 на 50 лет. Мы можем порассуждать, что без развития условно мобильных телефонов, без развития сетей 3G, потом 4G, и сейчас будет 5G, которые прям драматически, наверное, изменят то, что происходит с точки зрения потребления. А почему? Вы сможете пользоваться, вот, например, вы сможете пользоваться виртуальной реальностью, не так, как вы это, если пробовали, делаете сейчас в виде какой-то игры, а сможете это сделать частью своей повседневной жизни, за счет скорости передачи сигнала. Ну, вы сможете жить там. Уже есть разработки в мире, которые позволяют просто переселиться в виртуальную реальность. Хорошо это или плохо, это уже какие-то, ну, другие истории, то есть, тут можно обсуждать социальный фактор, как бы любой, но технически это будет возможно. Как ТАСУ удается привлекать молодую аудиторию? У нас есть... Самый тяжелый, наверное, вопрос для всех. Потому что она привлекается туда, куда ее не привлекают. Новый проект, который мы запустили с Министерством просвещения, не секрет, что без поддержки государства работать с этой аудиторией, ну, как бы, довольно сложно. Проект называется «Ньюм», он живет только в социальных сетях. Это анимационные ролики, которые рассказывают 50%, наверное, новостной повестки, 50% об актуальных проблемах для нашей целевой аудитории, а это в широком смысле 8,16, в более узком 8, наверное, 12. 5-7 роликов в день, анимация, совершенно понятный язык для этой аудитории, совершенно понятные площадки распространения, понятные для них проблемы. Ну, то есть мы производить контент начали, наверное, в январе этого года, где-то с середины года мы накопили какую-то часть этого контента, уже вышли в публичное поле. Вот за это время мы там без особо сильно активного продвижения, потому что мы щупаем аудиторию, проводим фокус-группы. У нас там на сегодняшний день 125 тысяч. Ну, мы надеемся, что там к концу следующего года это будет условно 500, через два года, ну, соответственно, история в геометрической прогрессе. Да, это один из путей разговаривать на языке этой аудитории, на тех площадках, которые интересны и понятны этой аудитории. Так, извините, я просто сижу и понимаю, что вы говорите, а здесь вот это что-то чуть-чуть пойдете. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о юбилее Рунета. 25 лет в этом году Рунету и у нас Сергей Плаготаренко и Дарья Пинчилова сегодня здесь с нами. Это мы говорим в том числе и о форуме риф, который стартовал. Ну и говорим о том, как привлечь молодую аудиторию, потому что к вашему чудесному агентству мы говорим о том, какие продукты ТАСС готовит для того, чтобы юную аудиторию заполучить тоже. Ведь все сейчас мечтают заполучить молодую аудиторию, ну, потому что это будущее. Вы знаете, я хочу сейчас поговорить о том, что совсем недавно закончился культурный форум в Петербурге, и участники секции ТАСС, так называлось массовой коммуникацией, впервые стали тинейджеры. Вот, коль мы говорим о молодежи. Абсолютно правильно. Вы с ними активно общались на площадке, насколько я понимаю, да? Угу. Что вы можете сказать вообще о подростках? Ну, вот какие они сейчас, современные подростки? Вы знаете, когда коллеги вообще придумали такую тематику, посвятить нашу секцию общению с тинейджерами новым платформам, я, если честно, испытывала скепсис. Да. Ну, потому что мало ли что из этого получится, они, наверное, не очень умеют работать на публику. На самом деле было что-то феерическое, я после этих трех дней вернулась абсолютно одухотворенная. Мы позвали ребят, которые делают популярные проекты в интернете, популярные ютуб-каналы. И когда ты понимаешь, что ты, работая в медиа, рад, когда у тебя какой-то ролик набирает 800 тысяч просмотров, они с легкостью выходят на пичинг и говорят, ну, вот это вот такой мой средний ролик, тут полтора миллиона, тут семь миллионов, там за месяц я набрал больше 70. Я в голове привыкла все еще переводить плюс к этому в деньги. То есть, помимо их влияния на общественное мнение, на аудиторию их возраста, я понимаю, что передо мной молодые миллионеры. Миллионеры восьми лет, миллионеры десяти лет. Это люди, за которыми уже бегают специализированные агентства, которые могут продвигать продукты, товары, услуги, идеи. И для меня было очень важно, что у них нет вот этого порыва заработать всех денег, что они очень много думают о своей ответственности, о социальной миссии. Они помогают своим сверстникам решать проблемы, не знаю, там, вроде буллинга в школе, который сейчас просто бич для молодой, для школьной аудитории. Они пытаются делать вещи, которые действительно улучшают мир, в котором они живут. Поэтому я сейчас бегаю среди коллег с идеей, что нам обязательно нужно попробовать привлечь к работе над нашими проектами для молодой аудитории. Вот именно этих людей? Именно таких ребят. Наверное, это странно, когда в информационном агентстве это серьезная государственная организация, на контент будут влиять люди 8, 10, 12 лет. Но, тем не менее, нам нужно жить в этой парадигме, потому что мы со своими мозгами уже не очень понимаем, как к такой аудитории подойти. Ну, понятно. А кто вообще основная аудитория ТАСС? Мы называемся СМИ широкого профиля, общественно-политическим СМИ. И у нас, примерно как у всех, мужчины и женщины 50 на 50. Ядро нашей аудитории 35-45. С одной стороны, как бы все хорошо. Это та самая платежеспособная аудитория, принимающая решения. Но, как вы абсолютно верно сказали, мы очень думаем о том, что эта аудитория будет постепенно стареть. И нам уже сейчас нужно приучать к нашему бренду, давать привычку, получать информацию от нас, новости от нас, именно вот этой вот молодой аудитории. Поэтому, наверное, такая самая важная цель для нас сейчас – это омоложение. Друзья, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о Рунете. Будет масса разных, самых разных, неожиданных вопросов. Ну, и, конечно, я еще раз хочу поздравить нашему Рунету 25 лет. Примаем наушники, потому что у нас эта трансляция, и в эфире мы в наушниках, а здесь очень громко звук. А почему у вас направленный микрофон? Это не говорите, пожалуйста. У меня просто плохо слышит. Да. А, слушай, я, может быть, выключена звук? Так, по опросам. У меня сегодня очень много цифр. Мне даже не просто это. По опросам, как оказалось, ради доступа в сеть, трое из десяти готовы отказаться, внимание, от алкоголя. Каждый четвертый от сладостей. Светка, ты готова отказаться от сладостей? Нет, нет, нет. А каждый десятый готов отказаться от путешествий. И вы знаете, среди опрошенных 7% даже готовы отказаться от секса. То есть вот это для меня, это... С одной стороны, начали мы с хорошего. И мы это обсудим в эфире, да? Нет, мы сейчас об этом... Ну, мы его тоже начали, но в трансляции мы можем это обсудить. Нет, ну, эта тема очень интересная, да? То есть когда социолог задает такой вопрос, ты, наверное, подумаешь, ну, действительно, для меня интернет или там мобильник или интернет в кармане, это гораздо важнее, чем сладость, алкоголь и секс. Но ведь никто не ставил эксперимент, как долго человек продержится. Да, как раз. Словно, да? А эксперименты такие были, когда человек запирали в комнате и говорили, вот ты будешь жить столько, сколько сможешь, не выходя на улицу, ты будешь питаться онлайн, ну, то есть тебе будут доставлять все, ты будешь общаться онлайн, никто к тебе не будет приходить, ты не можешь гулять, ты не можешь путешествовать, потому что у тебя есть все, у тебя огромная плазма, ты можешь на ней смотреть, куда ты там полетел. То есть мы опять пришли к теме вот этого VR, жизни виртуальной. Да, но ведь человек не выдерживает, да? Конечно. То есть если это не подготовленный, я не знаю, там… Космонавт. Космонавт, да. Который полгода. Ну, мне кажется, что это определенная даже патология может быть человеку, который способен жить без социализации. То есть массово, массово это вообще не тема, и люди, которые говорят, что они готовы от чего-то откататься в оффлайне, скорее всего просто, но не готовы к такому эксперименту. Вот, поэтому, конечно, к таким вопросам надо относиться очень осторожно. На сегодняшний момент онлайн сильно связан с оффлайном, и более того, самые большие прорывные истории будут происходить как раз-таки там, где есть вот что-то, что можно пощупать, и это что-то связано с цифровой технологией. К примеру, каршеринг, заказ такси через мобильное приложение, заказ еды, Airbnb путешествие через… когда ты доверяешь тому, кто тебе эту квартиру дает. Когда есть онлайн, связанный с оффлайном, даже целый термин – оффлайн, вот там будут самые главные интересные вещи, поэтому вот все, что было сейчас названо, от чего человек готов отказаться. Нельзя отрицать, если мы хотим, чтобы действительно вот эта цифровая экономика, вся вот эта история была правильная, не вымученная. И еще один момент. Да, очень супер и круто, что есть молодые инфлюенсеры, которые могут собирать 8-10 лет огромной аудитории благодаря тому, что снимают уникальный контент. Но никогда не нужно забывать о том, что все-таки интернет – это не только Инстаграм и Ютьюб. Интернет – это еще и программирование, это дизайн, это контент, проект менеджмент и вот сама популяризация IT-профессии, которая должна быть модной, и не только если ты инстаграмер, это вообще самая большая задача. Нам нужны специалисты, у нас их все время не хватает, у нас их очень мало. Это вообще более тростливая. Вот в интернете больше, чем где… Какие профессии сейчас у нас ученищи вас? Те, которые на самом деле, ну, как я это называю, токарь от интернета. Это те, кто сидят и ходят. Вот они каждый день программируют. Дорогие друзья, Сергей Плугатаренко и Дарья Пинчилова сегодня здесь с нами. Мы говорим про Рунет. И, конечно, еще раз я вас поздравляю с 25-летием Рунета. Мы только что коснулись очень интересной темы. У нас трансляции за эфиром. Сергей рассказывал о том, какие профессии сейчас очень-очень нужны, актуальны, и их не хватает. Нас слушают очень многие молодые люди, нас слушают их родители, особенно тех ребят, которые собираются поступать куда-то. Это вообще больной вопрос. Профессии будущего, профессии сегодняшнего дня. Сергей. Да, но, как я уже сказал сейчас, вот в эту паузу, самая востребованная профессия, это та, которых должно быть много, они не являются звездными. Это ребята, девчонки сидят, программируют, пишут тексты, рисуют не очень сложные картинки и управляют проектами, может быть. Вот этих людей нам, как отрасли, очень сильно не хватает. Да, круто быть Инстаграм-блогером. Да, круто снимать на Ютьюбе ролики, которые потом начинают монетизироваться. Но, к сожалению, или, может быть, к счастью, интернет не состоит только из этого. Интернет — это еще и код, это еще и программное обеспечение, это еще и какие-то стартапы, разработки, которые не лежат на поверхности. И если в этом направлении люди не будут хотеть находить себя, а мы должны им помогать, как бизнес, как ассоциация, как информагентство, как государство, то мы далеко не уедем. Вот у нас сейчас, по нашим данным, насчитывается всего около 2,5 миллионов айтишников, тех, кого мы смогли посчитать, как людей, которые заняты интернетом. Вот эти 2,5 миллиона человек создают примерно 5% ВВП Российской Федерации. То есть нас мало, но мы делаем много. И нас очень сильно не хватает, потому что мы понимаем, что зарплаты, которые предлагают российские компании, не всегда конкурентны. Даже с теми зарплатами, которые предлагают компании, пришедшие сюда на наш рынок и просто локализовавшие здесь какую-то часть своего бизнеса. Они могут легко перекупить этого человека. Существует проблема утечки мозгов за рубеж. Сегодня она не только на Запад рассматривается. Китай, наверное. Конечно. Очень много оттягивает Азия, потому что у них сумасшедший рост, им нужны специалисты. А наши специалисты традиционно хорошие специалисты, именно айтишники. И вот если мы не будем думать о том, что нам нужно популяризировать саму профессию, как я это говорю, слесарь от интернета или токарь от интернета, которые сидят и ежедневно что-то кодят и создают тем самым сумасшедшие продукты, работая в компании, то мы далеко не уедем. Вот для того, чтобы эту проблему решать, мы запустили конкурс. Я тоже вначале рассказывал о нем. Молодой лидер Рунета он называется. Мы собираем ребят, с которым до 35, которые могут заявить о себе и рассказать о той профессии, которой они занимаются, о том продукте, который они делают и о той компании, в которой они работают. То есть это ни в коем случае не только стартаперы. Это именно специалисты, работающие на достаточно земных профессиях в обычных российских интернет-компаниях. Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько секунд. Если мы говорим об этом конкурсе, значит, молодые лидеры Рунета, конкурс платный? Нет, конкурс бесплатный. Все, что нужно сделать, инвестировать свое время в него. Мы поняли, что на самом деле это самый главный ресурс. Так, вы так прямо спугались сказали. Сколько времени? На самом деле немного. То есть нужно снять ролик одну минуту и описать себя. Ну, наверное, потратить полчаса. Но оказывается, что человек очень быстро жмет ногу «хочу участвовать» и потом систему напоминаний, которые ему присылают, напоминания там «заполни, видео, визитку», она его может добить до последнего момента. Вот он будет просто откладывать этот момент. А для вас это очень важно. Вы видите, что человек действительно обладает, например, лидерскими, с качествами, он умеет говорить и общаться с аудиторией. Это очень важно для этого конкурса. И это является одним из необходимых условий. В какой-то момент мы пошли на уступки и сказали, что окей, ваши короткие видео в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютьюбе – это тоже окей. Не надо специально писать. То есть вы где-то о себе уже рассказали, мы их тоже принимаем. Но вот выяснилось, что действительно человеку очень тяжело сделать вот этот вот шаг, разложить по полочкам самопрезентацию, написать правильный текст. Да, и кто я такой, почему я достоин, почему я представляю интересную профессию, почему таких, как я, должно быть больше. И это невозможно уложить в минуту. Вот там не жёсткое такое ограничение было. Но я не думаю, что это главный был стоп-фактор. Да, это очень смешно это слушать, потому что я проделывала ровно то, о чём говорит Серёжа. И что, и как? Ну, нужно найти время. Нужно найти время. Конечно. Во-первых, нужно найти время. Нужно понять, что ты окей выглядишь. Да, да. Нужно написать какой-то, ну, как бы, какие-то мысли. Там было ограничение по времени. Да, было-было. То есть так можно здесь говорить. Конечно. Там было ограничение по времени. Конечно. Там нужно ответить на три вопроса, причём сжато. Ну, то есть, на самом деле, это очень непростое задание. Это просто организация. Как выяснилось, да? Да, да, непростое. Я знаю, что это такое, потому что, так, вот, вопрос наши слушатели задают. Я знаю, что это такое, потому что я прочитала, ой, я тоже этого уже давно не делала, ну, как бы на кастинге ходишь, понятно, там, потому что актёрская профессия это подразумевает, и в том числе на кастинге ведущих, но вот сейчас вот эти новые технологии, да, и то же самое, какая-то там компания запускает, ищут ведущую, и говорят, вы должны в течение минуты рассказать о себе. Я вдруг понимаю, что я так много уже сделала в этом мире, как я могу за минуту рассказать, а вот это, вот это вот. Я до сих пор, уже неделю я готовлюсь к этому, я профессионал, представляете? Мне тяжело. На самом деле, это очень правильная история, когда, к примеру, вот хакатоны проходят, да, ребята работают 72 часа без перерыва, ну, там, у них командная работа, кто-то может поспать, но, в общем, команды работают всё время, и потом они за три минуты должны презентовать свою разработку. Ну, это действительно, ну, вот такие правильные... Ну, и что, скажи, у вас заявок? Это очень образующая история. 300 с лишним было подано, мы их отобрали, больше, мы отобрали 308, по-моему, и вот сегодня мы как раз определяем 25 лауреатов, в которых мы начинаем интегрировать наши проекты, начиная с завтрашнего дня, они будут наступать. Это какой возраст у них в основном? До 35 лет. Ну, я думала, там, может, 15-18. Нет, 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 мы работаем со состоявшимися уже более-менее специалистами, это первый шаг во влече. Дорогие друзья, говорим сегодня о нашем прекрасном Рунете, ему 25 лет, ну и, соответственно, конечно же, наши спикеры рассказывают о том, как стать победителем конкурса «Молодые лидеры Рунета», который стартует завтра. Он уже, да, он идет. Ну, вернее, он стартовал, завтра мы узнаем, кто победил, и начнем этих ребят, девушек, интегрировать в наши проекты. То есть мы будем из них растить, ну, кто-то уже и так звезды, но вот тех, кто еще не звезды, мы будем поднимать на другой уровень, давать им трибуну, для того, чтобы они рассказывали о своем продукте, профессии, навыках, и говорили, как это круто и модно быть айтишником. А что ждет победителей? Целая программа. Ну, к примеру, завтра они попадут на неделю российского интернета, Кстати, кстати, друзья, позвольте. Вот СМТ. С 12, то есть, вернее, 12 и 13 декабря в Москве в Центре международной торговли пройдет, значит, вот этот вот РИФ 2019 или российская интернет-неделя. Это первый раз она у вас проходит? 12-й. Ой, извините. Ничего себе. Так, и так в этом году она будет в течение двух дней. Да, она будет в течение двух дней. Это будет много конференционного контента, 10 или 11 залов у нас работают все эти дни. Это выставка, это нетворкинг, это технологии, которыми все там будет пропитано. Да. У нас будут бейджи с чипами, которые будут связаны с личным кабинетом человека. Они смогут знакомиться друг с другом, встречаться, обмениваться материалами в безбумажном виде. Даже специально для этого придумали термин paperless. И это будет море-море контента. Там будет все. Там будет обучение, там будет подтягивание своих скиллов за эти два дня, некий такой интенсив. Там будет, естественно, знакомство. Там будет, конечно же, ярмарка, тщеславие, потому что компании будут показывать, чего они достигли. Там будет нетворкинг, когда можно арендовать стол или целую переговорку и пойти с тем, кто тебе нужен о чем-то договориться, контракт подписать. Там будут заявления, презентации. Там будет, не знаю, можно ли мне об этом рассказывать, поэтому на всякий случай не буду. Там будет на открытии демонстрация новой технологии коммуникации, совершенно новой, которой еще не было в мире. Но, в общем, будет много интересного. Вот ребята будут туда интегрированы, они, конечно, растворятся в этой массе айтишников и около айтишников, около 6 тысяч человек сейчас уже зарегистрировано. Но мы постараемся сделать так, чтобы они почувствовали себя уникально. А вот я хотела спросить, те, кто сейчас услышали, вы так вот это аппетитно, вкусно, шикарно рассказываете, мне ужиться хотелось. Я представляю, как нашим слушателям, особенно более продвинутым еще, захотелось туда попасть. Как попасть? В этом году уже никак. Но конкурс будет ежегодным. И это уже стало совершенно очевидно, потому как мы его долго раскачивали, это было тяжело. И что случилось в тот момент, когда мы перестали, ну, закрыли прием заявок. Это было, по-моему, около двух недель назад. Огромное количество людей сказали, как мы не успели. Мы поняли, что конкурсу нужно быть ежегодным. Посмотрим, он закончится, на самом деле, вот работать с этими ребятами, которых мы сейчас выбрали, закончится только в апреле следующего года. Мы их будем проводить через все наши мероприятия, знакомить с уже состоявшимися интернетчиками, то самое менторство или наставничество здесь будет работать по полной. И мы посмотрим, какой будет результат, какие мы набьем шишки, где нас покритикуют. И действительно, этот конкурс запустим еще один раз в 2020 году и повторим это все, ну, уже исключив те ошибки, которые были. Отлично. Друзья, оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд. Интернет убил музыку. Что музыка, хотя честно вам могу сказать, что до того, как был интернет, тогда там были пираты, которые точно так же делали музыку бесплатной. Но все-таки от пиратов можно было как-то оградиться, а вот теперь есть какие-то возможности, ресурсы, программы, чтобы снова... Почему Билл помог? Нет, она стала бесплатной. Да нет же, интернет дал музыке, на мой взгляд, вторую жизнь, и как раз спас от пиратов. Да и в чем состоит история? В том, что разные интернет-сервисы, типа онлайн-кинотеатра, платных подписок, Apple, Google и так далее, они дали возможность сервисам и компаниям положить свою руку в карман к пользователю, научить вас платить 2,99, 3,99, 10 долларов в месяц, автоматически списывая с вашей карты, предоставляя вам сервис. То есть вы покупаете не анбом какой-то отдельно, а просто доступ к сервису. Наоборот, правообладатели, исполнители, авторы стали таким образом получать деньги. Более того, появились платформы, типа, не знаю, там, Яндекс.Музыки и так далее, которые поменяли вообще потребление, использование музыки. Вам не нужно больше ничего скачивать, вам не нужно хранить диски. Слушайте, вот я недавно меня, я прям даже расстроилась, я закачала себе вот эту платформу, про которую вы говорите, потому что я снимала ролик, и мне нужно было вот такой вот такую новогоднюю музыку под это. Я, значит, нахожу какого-то перца, который наш причем, который сделал эту музыку, и я слушаю, ой, как думаю, классно. Я накачиваю, 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 и вдруг начинаю пытаться в ролик вставить эту музыку, и мне говорят, ничего подобного. Это, конечно, нельзя. Да, нет прав. Не убил, получается? Для прослушивания ее закачиваешь, а не для исполнения. То есть интернет, получается, А мне не надо ее прослушивать, я хотела ее... Это другую. Это другую. Надо туда идти и покупать. А, я пиратка. Конечно, Алла, вы пират. Но все, поняла. Нет, на самом деле, интернет, конечно, не убил музыку, не убил кино, и мы очень часто слышим это, мы говорим все время примерно так. С пиратами можно и нужно бороться, но тупо блокировками, запретами, вот всем вот этим их не победишь. Я сам ежедневно сижу и кликаю, у меня есть интерфейс, в котором мы с Министерством связываем массовые коммуникации, блокируем так называемые зеркала. То есть, если заблокированный ресурс пиратский, но у него возникло зеркало, и у него все признаки, что это просто калька, взяли, перенесли на другой адрес, мы его блокируем. Десятки, иногда сотни таких ресурсов в день, Друзья, говорим сегодня о Рунете, и я, конечно же, не могу не задать вопросы. С 1 ноября вступил в силу так называемый закон о суверенном Рунете. Значит, можете мне пояснить, с точки зрения Дарья вашей, с точки зрения Сергея вашей, что это такое? Сереж, тебе, наверное, логично начать. Самый, наверное, одиозный законопроект, он еще был законопроектом, который мы обсуждали, к которому привлекали внимание всех, потому что наша концепция заключается в следующем. Если отрасли что-то не нравится, наша ассоциация должна сделать все возможное, чтобы обеспечить диалог отрасли с тем, кто придумал законопроект или изменение в закон, или какие-то законодательные инициативы. Давайте сходим в Госдуму, давайте проведем круглый стол, давайте сделаем некий семинар в Роскомнадзоре и расскажем, почему то или иное не будет работать. И мы научились, и примерно с 2014 года это происходит достаточно регулярно, такие встречи устраивать. Потому что до того момента вообще и регулирования не было как такового в интернете. Потом, когда оно включилось, даже появилось такое выражение, что интернет залез куда-то под корягу, и надо его оттуда вытаскивать, и вытаскивать на диалог с государством. И этот диалог стали искать. Ну вот закон о свиренном брюнете, который еще очень часто критикуют за такое название, говорят, что это закон об отказоустойчивом российском интернете. Есть два лагеря. То есть первые говорят о том, что на случай отключения нас от всемирной сети у нас все должно продолжать работать, у нас сеть должна остаться связанной. Все каналы не должны замыкаться на западных петлях. Мы должны внутри интернета обеспечить адресацию. У нас должны работать все системообразующие сервисы, такие как поиск, электронной коммерции, картография и так далее. Вот ради того, чтобы в случае гипотетического отключения или просто какой-то техногенной катастрофы мы не остались без связанного рунета, нам нужен законопроект. А второй лагерь? Второй лагерь, естественно, говорит о том, что этот закон нужен для того, чтобы бороться с конкурентами, которые достаточно серьезно и хорошо чувствуют себя на территории Российской Федерации. Это западные и восточные компании, это первая история. Вторая история, это глобальная цензура, которая может быть достигнута, если закон о суверенном рунете будет трактоваться неправильным образом и позволит такой топор или рубильник, не знаю, что угодно, дать максимальный государству. А, простите, Сергей, а Даш, а ваше мнение, вот как этот закон отразится на пользователях? Вы знаете, у меня, наверное, даже не мнение есть, у меня есть опасения на этот счет. Я, как человек, который за развитие технологий, больше всего боюсь, что история про некую возможную изоляцию может привести к тому, что мы не сможем обмениваться каким-то опытом. Это очень важная история, смотреть, что происходит там у них, смотреть, как мы это можем использовать у себя. Мы очень много работаем с западными медиа, мы делимся опытом, мы его перенимаем, мы участвуем во всяких международных конференциях, конвенциях, премиях, соревнуемся с New York Times, Washington Post и так далее. То есть для нас работа на мировом уровне это возможность, да, как Барон Минхаузен, как бы вытягивать себя и стремиться, ну, как бы к абсолютно другим историям. Вот это меня, наверное, смущает. А так, в принципе, как у представителей средств массовой информации, мне, знаете, не может быть мнения по этому поводу. Моя задача доносить факты и не давать оценки в этом смысле. Я думаю, вы меня хорошо понимаете. А наша совместная задача, наверное, все равно показывать, что изоляция, это плохо. Да, мы всеми говорим, что цифровая экономика, она глобальная, не может быть отдельной российской цифровой экономики, даже китайской цифровой экономики отдельной нет. Она все равно интегрирована с международной, и китайские игроки, как мы знаем, выходят на международные рынки, ну, так, что можно просто позавидовать и поучиться, как они это делают. Это первое. Второе, мы должны привлекать внимание к тому, что появляются, может быть, дополнительные возможности для того, чтобы, ну, условно... Сергей, простите, пожалуйста, у нас паузу сделаем, да, и продолжим. Продолжим, да, да. Лучше уже сейчас продолжить сразу, чтобы мы... Один, да. Вот яркий пример, да, то есть, когда появился, например, йотафон... Боже, не говорите мне, пожалуйста. Ленивый, только не сделал вот так. Моё мнение, что компании, государства должны пытаться делать то, что с первого раза не получается. Лаборатории, в которых ставятся опыты, стартапы, которые делают то, что хорошо делается на Западе, а мы всё равно пытаемся делать ещё то же самое, они всё равно нужны. Во-первых, они подогревают рынок, во-вторых, они дают людям возможность инженерным профессиям себя чувствовать при делах. И в-третьих, из этого что-то может получиться. Идите, ну, это в целую зону эксперимента. Да, сколько только затрачено денег, да, на это. Вот, и закон в сфере на интернете есть, ну, как бы, вот, меня даже внутри отрасли за это очень часто ругают. Я говорю, слушайте, если государство принесёт в отрасли много денег и скажет, сделайте нам какую-нибудь поделку, чтобы она хорошо работала. Слушайте, ну, это же всё равно неплохо. А, не знаю. Эти люди смогут найти себя просто потому, что они будут пытаться сделать, ну, какие-то программный ход. Мы не сможем... Даша, да, да, вот у меня вопрос такой в более лёгком жанре, как всё-таки в женщине, да, и к тому же женщине, которая возглавляет, ну, действительно, одной из самых, ну, главных информационных агентств нашей страны. Ну, диджитал, да. Да, значит, скажите, вот если мы говорим действительно о Ютьюбе, ежедневно 20 часов видеозаписей выбрасываются в Ютьюбе. Что именно вы смотрите в Ютьюбе? Вы знаете, зависит от. Во-первых, я... Не смотрю Ютьюб. Нет, я смотрю Ютьюб, я смотрю всё, что связано с жанром ток-шоу. Ну, то есть, ещё не поздно, и всякие такие вещи с интересными мне героями. Я, например, ну, не знаю, там, очень люблю то, что делает Елизавета Осетинская в этом жанре, интервью с классными бизнесменами, которые, русские по происхождению, делают бизнес в России или за рубежом, они рассказывают там о своих мировоззрениях. Вы знаете, Ютьюб для меня, наверное, в этом смысле не ведущая платформа, потому что я активный пользователь всех возможных сервисов типа Иви, Нетфликса и так далее. Мне просто интересно потреблять платный контент, потому что мне кажется, что вот как бы эта история, она про будущее. А Ютьюб для меня, это платформа, на которой живёт аудитория, но только одна из. Концепция Таста в целом быть на всех тех платформах, где наша аудитория удобно потреблять. Поэтому если это ВКонтакте, то окей, если это Одноклассники, то окей. Мы в этом году завели аккаунт на ТикТоке. Несмотря на то, что внутри меня всё сопротивлялось. Почему? Ну там очень молодая аудитория, трэш-контент, но мои очень молодые сотрудники пришли и сказали, давай. И это отлично заходит. У нас и контент для этого нашёлся, и по 300 тысяч просмотров мы набираем с нашим контентом, и аудитория даже правильная. Поэтому это как раз про необходимость идти к молодой аудитории там, где она есть. Аудитория ТикТока на наш сайт, например, не пришла бы никогда. Никогда, да. Я не представляю такую ситуацию, что бы могло случиться. Случайный клик. Скажите, где находится, вот ваше личное мнение, сейчас я дашь к вам, и к вам, Сергей, оба мнения хочу услышать, где находится грань между личным и публичным. Мы помним, в этом году был ужасный скандал с барнаульской учительницей, мне кажется, что из Барнаула она, которую уволили за то, что она у себя на страничке... Как вы можете это прокомментировать? Ну, слушайте, наверное, если мое человеческое мнение, оно состоит в том, что от определенного уровня публичности, а он в разных профессиях, ну, как бы абсолютно разный, твой публичный образ в социальных сетях, это накладывает на тебя определенные требования, ограничения и так далее. Это история про можно-нельзя, это история про собственные продвижения. Ну, учительница правильно уволила ее руководство за эту фотографию? Ну, в мой взгляд, нет. А в этом году? Да нет, конечно. Но другое дело, что виноваты, наверное, те, кто учат, а может быть, не учат, работать с этими сетями. Может быть, даже сама сеть немножко виновата. Ну, то есть, объяснить человеку, что если у тебя есть определенный публичный статус, что если ты работаешь с детьми, то есть такая фишка, как приватный аккаунт. Это отсутствие культуры, на самом деле. Хочешь, чтобы видели только те, кого ты добавила в свои друзья, включи эту галочку. Дорогие друзья, говорим сегодня о нашем Рунете. Ему 25 лет. И, конечно, хочу еще раз напомнить, что Сергей Благодаренко и Дарья Пинчилова сегодня здесь с нами. И мы... Остается совсем немного времени. У меня так много еще не заданных вопросов, но я хочу тогда спросить вот как. Ваши перспективы, ну, ваше видение. Как изменится Рунет за ближайшие 10-20 лет? Вообще невозможно ответить на этот вопрос. Я думала, знаете. Скорость развития такова. Да. Ну, то есть, понимаете, вот если там от момента, когда интернет стал распространяться, появились оптоволоконные сети и так далее, время все-таки было растянуто, то сейчас скорость, с которой появляются новые устройства, новые технологии, новые сервисы. То есть, мне кажется, наша главная проблема, как людей, которые находятся в рынке, просто не то, что даже предугадывать это за три шага, а просто успевать за тем, что происходит. Успевать реагировать, совершенно верно. Наша задача, которую мы стараемся решить каждый год, это просто прогноз на год вперед. Государство, конечно, идет дальше. Ну, хорошо, давайте на год вперед. Они строят стратегию развития, и каждый раз ты видишь, как горизонт планирования у них отодвигается. Вот недавно я видел 20-35 уже обсуждают. Горизонт планирования. 35-й год. Вот мы так не умеем. Ну, хорошо, но давайте на год. Ну, давайте через год. Нет, очевидно, что, во-первых, рост всех показателей Рунета сохранится. Мы умеем их измерять. Смотрим количество аудитории. Вот оно будет 100 миллионов в следующем году, совершенно точно уже. И вообще с этим, ну, как бы, ничего невозможно сделать. Это вот просто прет, ну, не теми темпами, что это было раньше, но это вот прет как танк. Экономические показатели. Мы растем примерно на 10% в год. Ни одна экономика в России не растет такими темпами. Более того, мы росли даже тогда, когда все они падали. И это означает, что интернет большой запас прочности. Правда, раньше мы росли еще больше. Мы на 40% в год росли. Но это действительно были времена, когда все только начиналось. Ну, конечно. То есть мы сохраним рост. Что будет происходить с вниманием государства к интернету? Оно будет усиливаться. Это совершенно очевидно. Интернет — это не только бизнес интернет, не только быстрая коммуникация, это еще и мощный социальный фактор, который влияет на все процессы, которые происходят в мире, в стране и между странами. Что будет происходить с интернетом международным? Ну, к сожалению, он будет фрагментироваться. Все больше и больше трендов на то, что страны будут вводить собственные законы, собственные правила, будет некая географическая фрагментация происходить все больше. Почему, к сожалению, конечно, ну, потому что мы все помним времена, когда все было единым, все было везде одинаковое, законы были плюс-минус одинаковые, либо их вообще не было. Вот сейчас все будет чуть по-другому, и разные страны будут свои собственные практики применять. Но при этом интернет, очевидно, останется глобальным. Очевидно, через какое-то количество лет он окажется у нас в мозгу, уже нам не нужны будут никакие приемы-передающие. Про чипы, про средства ввода и вывода информации, контента. Нам не нужно будет тайпать, набирать, нам достаточно будет подумать, нам не нужно будет смотреть, потому что видеосигнал будет передаваться напрямую в мозг. Ой, ой, шикарно. И самое-самое страшное, что самое страшное, наверное, и такое... Сереж, может, не надо о страшном? Надо, почему? Нам с этим жить, но и надо как-то. Ну ладно, ну да. То, что твой цифровой двойник будет знать, и тебе больше, чем ты сам. Ой, да ладно, все нас пугают, эти маме это не пугает. Я предлагаю сейчас вам немножко вот на этой страшной ноте перейти на более приятную. Поиграть. Я предлагаю сыграть в игру и выяснить, кто из вас, вот в данном случае Даша или Сергей, лучше знает специфику, неотъемлемой части рунета социальных сетей. Готовы? Давайте. Ну, конечно, готовы. У нас есть выбор. Сколькими символами ограничен пост в Инстаграм? Я даю вам даже три варианта. Две тысячи двести, тысяча восемьсот, или с обновлением, или, 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 или все, два варианта. Тысяча восемьсот или две двести. Во-первых, правила все меняются. Да. Или вообще уже нет, с обновлением нет ограничений. Даже Твиттер пошел на то, что увеличил количество символов. Конечно, 144 было, 250 стало. Про Инстаграм не знаю. Мне кажется, что если... Мне кажется, две двести. Молодец, Даша, аплодисменты, Даша. Даша победила, все. Пока. Второй вопрос, Сергей. Да, чтобы загрузить видео ВКонтакте, его объем не должен превышать. Внимание, вопрос также обоим. Кто первый ответит, то вы и тапки. Один гигабайт, два гигабайта, или пять гигабайт? Один, давайте. Даша, ваш вариант? Мне нужна была помощь друга, моего СММ-деска. Я не знаю. Ну, просто скажите. Ну, ну, пусть будет пять. Нет, на самом деле, два. Ровно посередине. Пока ничья, да. Сколько миллионов россиян, внимание, пользуются интернетом? Вот важный вопрос для вас. 93 миллиона человек, 107 миллионов человек, или 80 миллионов человек. Вообще здесь понятно, пальцем в небо. Уже 96. 8-8 этого года, 96. Аплодисменты, Сергею, скажите, в какой социальной сети по исследованиям пользователи проводят больше всего времени? В России, да, имеется в виду? Да, в России. Ну, соответственно, тоже три варианта. Одноклассники, Инстаграм, или ВКонтакте. ВКонтакте. Аплодисменты Сергею. Да, каждые 10 секунд в Инстаграм публикуется, внимание, 1 тысяча селфи, 2 тысячи селфи, или 5 тысяч селфи. Это в Инстаграм, наверное, 5. Конечно, 5. 100 тысяч селфи. Нет, там у меня написано, по данным исследователей Эдвика, 1 тысяча селфи. Всего-навсего. Да, вот так. Невозможно в это поверить. Значит, все остальные фотографии, это просто не селфи. Да, наверное, именно так. Слушайте, ну, я вас благодарю, время с вами так быстро летит, как вообще летит время, если ты сидишь в интернете. Оно действительно там как-то нереально быстро летит. Затягивает. У меня вопрос. К вам личный. Даша и Сергей. У вас же есть наверняка это вот, сколько я часов в неделю провел в телефоне? Да. Сколько, Даш? Я считала, что в среднем в сутки за последнюю неделю была тяжелая неделя. Да. Это было 18 часов. А у вас? У меня тяжелый случай. У меня три телефона. Да. И все их я заряжаю несколько раз в день. Так. Это, я думаю, отвечает на вопрос за эту статистику гораздо лучше. Но не делайте, как мы. То есть, да, то есть постоянно в одной руке один телефон как минимум. Постоянно. Но, тем не менее, вы очень успешные, прекрасные, эрудированные, очаровательные люди. Поэтому, наверное, может быть, стоит делать, как вы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Вам хорошего настроения. Приходите в гости. Я буду рада. Еще минута. А, еще минута. Шикарно. Что можно? Одну минуту. Я еще раз хочу напомнить. Я принесла Сергею подарок. Можно я его подарю? За минуту. Прямо здесь он у вас? Да. У меня прямо здесь подарок. Да. Даша, по какому поводу? Я уже видел все. Я тебе хочу подарить эту фотографию. Сергей премия... Здесь все, да. Да. Сергей премия Рунета просто вот неразделима в нашем сознании. Здесь еще золотой сайт, который тоже мы выручаем. Конечно. Это еще одна статуэтка. К нам недавно в наш офис приходил Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы проводили ему экскурсию. И он был безумно заинтересован вот этими наградами. Мы надеемся, у нас еще появится в каком-то очень обозримом будущем. Вот. Поэтому мы хотим, чтобы... Мы хотим, чтобы у тебя был этот кадр. Мне кажется, мы неплохо смотримся. Вы отлично смотритесь на этой прекрасной ноте, когда ребята целуются. Я тоже хочу с вами попрощаться, оставить образы правления нашей великолепной Светлане Казариновой и сказать вам, дорогие друзья, до... Сегодня же у нас среда всего лишь на все. До завтра. Пока. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Ау, ау.